Всем привет! С вами Эдгар. Сегодня хочу рассказать про унитаз, который я установил в своем хамаме. Начинаю с этого момента, чтобы было понятно, что унитаз, где он. Это у меня хамам. И здесь у нас раздевалка, система водоочистки. И тут есть еще, конечно же, унитаз для удобства, чтобы домой не бегать. Так вот, здесь я на тот момент, когда делал хамам, узнал, что есть безободковые унитазы. Я не слышал про это. И в доме основном везде поставил инсталляции тоже, но обычные, ободковые. А потом случайно, пока изучал сантехнику, искал тумбы всякие, наткнулся на такую вещь. И для себя сделал открытие, что оказывается есть безободковые. Это новая система, очень удобная. Уже больше года пользуемся данной сантехникой. И я вам скажу, что если бы сейчас вернуть время обратно, когда я делал инсталляции в доме, я бы все поменял. Ну, закупил бы вот именно такие. Исходя из опыта, не просто поставил и рассказываю. А вот почему именно нужно обратить внимание на эти вещи. Во-первых, это, конечно же, гигиена. Здесь очень удобно зачищать. Нет таких, знаете, труднодоступных мест. Вот основная фишка, конечно, этого унитаза, то, что вы здесь все видите. Вот я могу чуть-чуть вот так вот сделать. Вот посмотрите, пожалуйста, вот больше года работы унитаза. Чистота и порядок. В обычном унитазе вы не увидите, что там происходит под ободком. И какой бы вы там ёршик не покупали, вы туда не доберетесь. Все эти средства, они тоже нифига ничего не помогают. По поверхности чего-то там разглаживают. Там под ободком творится, наверное, жесть. Если вы хорошенечко туда разломаете унитаз и посмотрите в итоге, что там. Здесь такой проблемы нет. И это очень хорошо. Получается, что вот в этой системе нет такого места, где будут скапливаться какие-то известь, на извести всякие бактерии. И вот это все будет превращаться в какую-то непонятную массу. Здесь это отсутствует. Внутри унитаза. При этом вот эта система сделана так, что вода вот оттуда, вот с той стороны, с той стороны и вот отсюда. Часть бьет воды вниз и с двух сторон вот так вот закручивают воду. Сейчас я вам включу. Вы посмотрите, как эта инсталляция, кнопочка у нас здесь. Вот так вот сделаю и посмотрите. Таким вот образом работает. Основной смыв идет сюда. И еще здесь идет зачистка. Очень хорошо, эффективно все смывают. Особенно, когда дома дети. Это очень важно. Потом, вот этот стульчак. Его тоже очень хорошо зачищать. Потому что все места, какие есть, все очень хорошо доступно. Также здесь я покупал специально, видите, вот он потихонечку будет закрываться. И вот потихонечку, хоп, и не щелкнет ничего. Потому что у детей есть такая привычка. Да, у многих взрослых даже есть такая привычка. В туалет сходили или подходят, например, и вот так вот делают. Как бы я ни старался сильно, да, вот. Вот, прям махом вот со всех сил буду. Не хлопнет. Доедет. Видите? Звука ноль. Но так вот с такого маху прям, я не знаю, никто не будет так делать. Здесь максимум вот так вот сделают. Вот, он потихонечку будет, потихонечку будет закрываться. Обратите внимание вот именно на эту штуку, когда будете покупать. Докатка, чтобы система была. Плюс, вот это, чтобы убрать отсюда, вот так вот снять. И, например, замыть эту систему. Здесь есть вот такая кнопочка. Вы нажимаете, и все. И можете это вот так отсоединить вбок. И, что очень важно, вот здесь это все дело зачистить. Потому что это гигиена. Берете какие-нибудь салфетки. И это все дело вот так вот. Можно вот. Все полностью, видите. Можно попшикать чем-нибудь. Вот так вот зачистить. Так что, это ваша семья, ваши дети. Особенно, если маленькие дети. Должна быть гигиена. Также, здесь унитаз к стенке. И здесь я все это дело замазал. Также здесь замазал. И, заметьте, еще такую штуку. У унитаза нету каких-то закруглений, заветлений, каких-то вмятин туда. Если даже здесь что-то проливается и потечет по унитазу, то это вот только ровная боковина. Также берете спокойно салфетку. Взяли салфетку, допустим, да. И вот можно спокойненько вот так, хоп. И все уже зачищено. Все. И все. Ваши дети в безопасности от всяких там бактерий. И все такое. Со всех сторон такая же история. И спереди можно взять просто даже салфетками. Пару салфеточек. В принципе, чистота и порядок. Нигде ничего не затекает. Нету скопления пыли. Со всех сторон вы видите унитаз. Там герметиком все закрыто. Это можно снять, зачистить. Здесь можно, здесь даже, если очень захотеть, одели перчатки, взяли салфеточку. И просто прошлись. Здесь все, чистота и порядок. И тут такая же история. Тоже можно все это зачистить, замыть. А потом аккуратненько это застукнуть на место. С обычными стульчиками там все надо что-то откручивать, заморачиваться. Очень много возник с этим делом. Здесь же снял, помыл. Тут помыл, там помыл, поставил. И такая же история вот с этой крышкой. Вот тоже невозможно ее хлопнуть. Она с докаткой, да? Вот. Даже надо нажимать, чтобы она закрылась. Закрывается легко. Даже если зачищать вот здесь, тоже необязательно даже крышку снимать. Можно спокойно здесь почистить. Все видно. Чистота и порядок – залог здоровья вашей семьи, в особенности детишек. И особенно если есть маленький ребенок, который может подбежать к унитазу. Ну и вдруг вот так вот руками взяться за него. То если его так удобно зачищать, будет не настолько даже страшно, что у ребенка что-нибудь не так будет. Очень рекомендую эту систему. В принципе, без разницы даже какая фирма. Сейчас речь идет не о фирмах. Но я лично покупал сейчас ИДИС. Мне вот эта фирма очень понравилась. Мы унитаз взяли, потом сместители взяли, ИДИС. И еще что-то вроде душевую систему тоже. У них хорошая тема. Если хотите гарантированно, чтобы все нормально было. Вот ИДИС я взял. Все отлично. Хорошее качество. Цена не дешево, не дорого. Я не знаю, вы сами, конечно, смотрите. Но, не знаю, мне нравится. Все отлично. Берите вот такую вот форму. Без всяких там этих заморочек. Вот таким образом смотрится вот закрыто. Смотрится так стильно, четко. Нету какого-то, знаете, ощущения, что тут прям, знаете, унитаз. Такого понятия прям туалет, унитаз, толчок. Нет. Как будто какой-то, не знаю, гаджет какой-то установлен. Вот. И кнопку отдельно уже можете купить. Любые кнопки подбираются. Это основной слив. Это малый слив. Вот, кстати, сейчас покажу малый слив, допустим, как будет сливать. Если маленький, нажимаете. В принципе, похоже. Просто большой слив, он открывает клапана больше, и вода намного быстрее идет. А если вы так, по-маленькому, так сказать, сходили, да, нажимаете. Тут прям такого быстрого не нужно. И так все сольется. КОНЕЦ Продолжение следует...